Друзья, приветствую! В сегодняшнем видео уроке мы с вами будем разбирать этюд ре-мажор. Я подготовил вариант с нотами и вариант с табулатурой для тех, кто еще слабенько ориентируется в нотном стане. Композитором этюда является Антонио Диабели. И для того, чтобы мы с вами его подробненько разобрали, чтобы было понимание, как этот этюд звучит, я разочек его сейчас на гитаре сыграю. Мы будем играть его в темпе модерато. Темп у нас всегда указывается в самом начале произведения. Иногда бывает, что в произведении темп меняется, тогда дополнительно указывается возле того такта, где темп меняется, само обозначение темпа. Модерато, давайте мы с вами с метрономом сверимся, это у нас будет темп в размере 120 ударов в минуту, плюс-минус. Можно и 110 выставить, можно и 125 выставить. Вот у нас 120 ударов в минуту, и мы видим, что здесь написано модерато. Давайте мы послушаем, как этот темп у нас будет звучать. Вот у нас три четверти размер, поэтому три доли в такте будет. Одну репризу я сыграю под метроном, потом метроном отключу, сыграю без метронома, чтобы он нас не отвлекал. Вот, плюс-минус мы темп схватили, теперь я отключу метроном и сыграем этот этюд без метронома, а потом будем его внимательно с вами разбирать. Там реприза, повторяем. И следующая часть. Также реприза. Вот такой вот этюд. Теперь давайте мы с вами переключимся на вариант с нотами. И будем разбирать там, где у нас присутствует табулатура. Для начала мы обращаем внимание на тональность. У нас тональность ре-мажор. Можно прочесть в самом названии этюда, но во многих хрестоматиях, учебниках тональность не указывают. Пишут просто этюд, композитор, диабели. Тональность мы определяем по количеству знаков при ключе. Мы видим два диеза и тут вариант с параллельными тональностями. Это будет у нас или ре-мажор, или си-минор. Соответственно, если мажор, то более такая светлая подача, если минор, то более матовая подача. Смотрим мы в самом конце произведения, на какую ноту заканчивается данный этюд. И видим, что на ноту ре. Следовательно, у нас тональность ре-мажор, а не си-минор. С тональностью определились. С темпом мы также уже с вами определились. В умеренном темпе играем. Размер у нас три четверти. И громкость, с которой рекомендовано начинать этот этюд, мецефорта, то есть умеренно громко. Теперь в плане аппликатуры тут такая у нас рекомендация. Указаны только два пальчика, индекс и миддл. Те, кто играет на гитаре, знают, что буквой И у нас обозначается указательный палец правой руки, а буквой М средний палец правой руки. Поэтому мы будем играть весь этюд, верхнюю партию, только вот этими двумя пальцами. А басовую партию будем большим пальчиком щипать. Я рекомендую этот этюд играть верхнюю партию аппаянда. Этот прием, когда мы после щипка останавливаем подушечку пальца на соседней струне. Вот таким образом. А басовую партию будем играть тиранду без опоры. Просто щипая струну будем вводить палец в сторону. Не останавливая, не задерживая палец на следующей струне подушечкой. Вот таким образом. Хорошо. С этим мы тоже определились. Теперь давайте посмотрим, каким образом нам стоит разбить этот этюд на доли. У нас с вами три четверти, поэтому мы разбиваем этюд следующим образом. На первую долю мы с вами играем две ноточки, на вторую долю еще две ноточки и на третью долю еще две ноты. И вот наши получились три четверти. Три четверти. На одну долю восьмая пауза, восьмушка, две ноты. На вторую долю две восьмушки и на третью долю две восьмушки. Поэтому мы можем смело считать следующим образом. Раз, и два, и три, и 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 вот с этим тоже определились. Теперь основные нюансы, ради которых мы с вами берем на разучивание этот этюд. Во-первых, мы тренируем с вами игру с опорой, апаянда. Когда будем играть этот этюд, следим за тем, чтобы вы чипнули, а потом играем с опорой. Это первый момент. Второй момент мы с вами следим за сменой позиций. Если вы обратили внимание, то периодически я смещаю кисть. Иногда вот здесь вот находится кисть, иногда вот здесь. Иногда в первой позиции, иногда смещаю кисть во вторую позицию. И здесь внимательно нужно следить за тем, когда у нас меняется позиция. Обратите внимание вот на такой момент. У нас указательный палец в нашем случае, вот в первом такте, находится на втором ладу. Следовательно, мы начинаем этот этюд во второй позиции. Играем. Следующий такт мы тоже играем во второй позиции. Указательный палец на втором ладу. А третий такт мы уже с вами начинаем играть в первой позиции, потому что второй палец находится на втором ладу. Не на третьем уже, а на втором ладу. Играем третий такт. И третий такт мы доиграли. Теперь четвертый такт мы начинаем играть в первой позиции. И посередине такта, после вот открытой первой струны, мы перемещаем кисть снова во вторую позицию. И играем указательным пальцем на втором ладу. И заканчиваем строчку во второй позиции. Еще разочек сыграю этот фрагмент. И переключусь на большой экран. Обратите внимание на момент сдвига кисти. Мы двигаем кисть вот так вот целиком, вместе с большим пальцем. Не только меняем позицию указательного среднего и безымянного пальца, но также большой. Так удобнее будет находиться над тем или иным ладом. Играем первый такт. Мы все еще во второй позиции. Теперь перемещаемся в первую. И вернулись во вторую позицию. Следующая строчка. Давайте мы пока вот так вот посмотрим. Играем во второй позиции. И возвращаемся опять в первую. Закончили в первой позиции. Теперь возвращаемся к нотам. Вот когда мы с вами отыграли этот фрагмент, у нас с вами появился вот такой вот значок с двумя точками. Этот значок называется реприза. И означает, что нам нужно повторить этот фрагмент. И мы возвращаемся после того, как отыграли тот такт на самое начало. И играем еще разочек эти две строчки. Дальше смотрим, что у нас происходит в следующей части. Также мы начинаем здесь играть с девятого такта во второй позиции. На третьем ладу у нас второй пальчик. Как мы определяем, в какой позиции мы находимся, очень удобно ориентироваться по указательному пальцу. Если у нас указательный палец на уровне первого лада, значит мы находимся в первой позиции. Если на уровне седьмого лада, значит мы находимся в седьмой позиции. Если на уровне второго лада, значит мы находимся во второй позиции. Поэтому мы начинаем с вами играть. Девятый такт. Вот здесь вот второй пальчик на уровне третьего лада, значит мы находимся во второй позиции. Потому что у нас указательный уже автоматически находится над вторым ладом. Потом возвращаемся снова в первую позицию Потому что у нас второй пальчик над вторым ладом Дальше продолжаем играть опять последнюю строчку во второй позиции И заканчиваем мы этот этюд в первой позиции Опять у нас с вами значок репризы Поэтому мы возвращаемся на начало вот этой строчки И еще разочек играем вот эти две строки до конца этого этюда Это у нас был второй момент Значит первый момент мы играем апояндо плюс тирандо С опорой и без опоры Второй момент обращаем внимание на позиции И третий момент мы смотрим за динамическими оттенками По динамике я думаю что вы сориентируетесь Чем выше у нас нота тем громче мы играем Чем ниже у нас нота тем тише мы играем Следовательно мы начинаем этот этюд на достаточно уверенном громком звуке У нас написано меце форте Чуть-чуть мы немножечко силу щипков импульс ослабили Начинаем с более слабой подачи И вырастаем на более сильную И потом с тихой слабой такой подачей И поднимаемся вот практически у нас гамма От ноты ля Чуть-чуть на соль диез И в ля мажоре якобы мы находимся И играем до ноты ля Вот это самая громкая ноточка Вот эта пятерка была нота ля И потом аналогично мы немножечко Вот здесь вот спускаемся Силу щипков ослабляем Громко сыграли И опять с тихого звука И на меце форте умеренно громко мы с вами завершаем Аналогичный принцип применяем к следующим строчкам На этом этот видео урок я хочу завершить Пожелать вам приятных репетиций Этот этюд очень здорово использовать для разминок Для разогрева Перед тем как вы начинаете репетировать какое-нибудь произведение на гитаре Поиграли разочек-другой этот этюд Уже пальчики разогрелись Размялись И можно приступать к более полноценной репетиции Добра, мира, любви, здоровья Всего доброго